Тёплая надворья и высокая вельгодность поветра. На Гомельщине наступил сезон массового сбора лесных ягод и грибов. При этом в пошуках любимой природной присмаки люди часто гребуют мерами безопасности. В данном случае говорится о возровень радиоцинного забрудживания. Про что нужно знать и память, собирая лесные дары, доведался наш корреспондент Павел Михно. Грибы – один из подобных даров лесу, которые оценят за оригинальный смак и невымывный водор. Их споживают в вареном, смаженном, тушенном, маринованном и соленом видах. Часом забывают, что про то, что они чудовно поглынают тяжкие металлы и небеспечные радионуклиды. То же самое тыжится и лесных ягод. Так как у нас радиационная обстановка переменчивая, то все, кто собирает грибы, желательно, не желательно, а обязательно, приносить для исследований в территориальные центры гигиены, это наш областной центр, или на территорию любого района, где они собирают грибы, на исследование по содержанию радионуклидов. Потому что случаев превышения очень много. И нужно перепроверять, тем более в прошлом году было засушливое лето, концентрация радионуклидов не разбавлялась дождями, и, соответственно, могла накопиться. Сбирать грибы и ягоды можно у местах, где шильность радионуклидов цезию меньше за 2 кюры на квадратный километр. При этом некоторые из ягод и грибов саправданные аккумуляторы радионуклидов. Тому повышенную осерожность варта проявлять аматрам чарницы, черной и червоной парычки. Осерод грибов варта звернуть увагу на польский гриб, маховик и масленок. Так само у зоны рызыки и популярные лисички, и белые грибы. Даже на территориях чистых, так называют, с низкими, с малыми плотностями загрязнения, рекомендуется все-таки проверять грибы периодически. Потому что в зависимости от форм выпадений цезия, даже на малых уровнях загрязнения могут быть очень высокие коэффициенты перехода именно цезия в пищевые продукции леса. И пищевая продукция леса будет превышать допустимые уровни. Любой желающий населения может принести дары леса к нам в лабораторию, в лабораторию Гомельского опытного лесхоза, где абсолютно бесплатно мы проверим дары леса на загрязнение радионуклидами. Проверка продукции у лабораториях радиоцинного контролю, обовязковая умова к приему грибов и ягод от насельництва подразделениями Аблспожилсоюза. 9,2 тонн мы закупили грибов с начала года. Сейчас приступили активно к заготовке культурных ягод. У нас в целом по области вся продукция проходит проверку по радиоцинному контролю. Ни одна партия у нас не производится приемка без лабораторного контроля. Если вдруг бывает случай превышения содержания радионуклидового контроля, значит, мы ее просто не принимаем. При набыти лесных даров на рынку треба переконаться, что у продавца есть дозвол лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продаж продуктов рослинного походжения и проведенный радиоцинный контроль. При этом специалисты не рекомендуют куплять лесную продукцию на стихийных рынках або к ля дорог. Павел Михно, Игорь Марышенко, Валерий Гопанько, Толерадо и компания «Гомель».